Когда два года назад Андрей Фурс решил открыть лабораторию сна, такая медицина белорусам была еще в диковинку. Поначалу просто звонили, интересовались новой диагностикой здоровья, а на исследование записывались всего 2-3 смельчака из 20 любопытных. Сейчас очередь на прием расписана на месяц вперед. В лаборатории сна можно выявить все заболевания, сопровождающие человека в ночное время. Это болезни остановки дыхания, храп, бессонница, синдром беспокойных ног и другие. Самое, скажем так, простое, храп, остановки дыхания, обструктивные, приводят к тому, что у человека нарастают проблемы сердечные, проблемы с весом, проблемы могут быть других каких-то эндокринологические проблемы. Бывает, что у людей сахарный диабет второго типа развивается из-за остановок дыхания во сне, вплоть до смерти во сне. Да, зачастую это связано тоже с остановками дыхания. Бессонница – это во многом психологическая проблема, поэтому с ней сталкиваются больше именно врачи и неврологи. Но бывают формы бессонницы, человек жалуется, что у него бессонница, но на самом деле это может быть связано именно опять-таки с проблемами, которые не являются именно бессонницей. Человек боится заснуть из-за тех же остановок дыхания во сне. Диагностика сна – одна из самых приятных медицинских процедур. Нужно взять прибор, устроиться на кровати и спокойно проспать до утра. Все отклонения от нормы во сне фиксирует техника. Аппарат улавливает не только чистоту дыхания и эпизоды храпа, но и концентрацию кислорода в крови. Утром врач анализирует данные и ставит диагноз. Данные, которые мы получили с прибора, мы их переводим в компьютер, специальное программное обеспечение их рассматривает. И мы здесь видим верхний график – это у нас дыхание, которое получаем с потока воздуха возле носа. Дальше движение грудной клетки, движение брюшной стенки. Затем у нас показатели насыщения крови кислородом, храп и дыхание. Есть, нет. Это данные, которые мы сразу видим. Плюс еще положение тела пациента во сне. По этим данным, собственно говоря, дальше судится о том, что же есть на самом деле. И вот мы видим, что за каких-то 5 минут пациент засыпает, и вдруг у него начинаются остановки дыхания. И таких остановок дыхания мы у данного пациента насчитали 85 в час. Это говорит о том, что человек больше не дышал, чем дышал. За 4 часа сна, которые мы зафиксировали, 3 часа он не дышал суммарно. Это тяжелейшая форма, которая может быть эффективно вылечена только с помощью специального дыхательного аппарата. Все остальные методы здесь будут фактически бессильны. 90% людей синдром принцессы на горошине предпочитают лечить снотворным. Вместо пилюль специалисты сомнологического кабинета предлагают СИПАП-аппараты. Всего несколько часов сна в специальной маске приравнивается к целой ночи отдыха. СИПАП-аппараты достаточно дороги для наших клиентов. Потому что у нас в стране существует только пока один бренд, который может эти аппараты продавать. И стоимость их фигурирует от 1,5 до 2,5 тысяч евро. Это очень высокая стоимость для многих. Но с другой стороны, опять-таки, не существует информационного поддержки о том, что это заболевание лечится только так, и других способов лечения не существует. Наши люди пытаются всегда найти более дешевый способ лечения. Пусть это будут соски в рот, пусть это будет еще что-то, или я сделаю операцию, мне станет легче. На самом деле, все это не помогает в тяжелых формах. При тяжелой форме существует единственный достоверный метод лечения. В отечественной медицине сомнология считается одной из самых неизученных областей. Специальности сомнолог в реестре Минздрава нет. В сомнологию идут врачи-неврологи, кардиологи, анестезиологи после курсов повышения квалификации за рубежом. Лаборатории сна в Беларуси тоже немного, всего четыре. Для сравнения, в Америке существует 5000 лабораторий сна, в Германии – 400. Конкуренции в медицине не должно быть. Мы развиваем единую систему знаний для людей и помощи для людей. И поэтому, будет у меня пациент или будут пациенты в другом центре – это хорошо для всех. Об этом люди знают, и мы это развиваем. И люди, соответственно, думают о своем здоровье. И они идут на это. Поэтому я считаю, что в большей степени конкуренцией является, когда человек вместо того, чтобы тратить деньги на свое здоровье, едет куда-нибудь, не знаю, в Таиланд. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok